Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня на Кухне у Евы мы будем разбираться, как приготовить блины на пиве. Готовятся они на самом деле очень легко. Даже если вы никогда не жарили блинов, они у вас обязательно получатся. Но несмотря на то, что рецепт вкусных блинов на пиве очень простой, некоторые тонкости в его реализации все же имеются. Поэтому досмотрите ролик до конца, чтобы ничего не упустить. Для приготовления нам понадобится мука, растительное масло, соль, сахар, молоко и пиво. Лучше печь блины на светлом пиве, без каких-либо дополнительных добавок. Тогда блинчики получаются очень вкусные и в них не ощущается ни солода, ни алкоголя, ни примесей. Первыми в миску мы отправляем яйца. Теперь всыпаем соль и сахар. Перемешиваем. Если вы будете готовить пивные блины со сладкой начинкой, или если решите подавать к ним сгущенное молоко, мед или варенье, то можете добавить сейчас в миску ванилин, ванильный экстракт или ванильный сахар. В этом случае ваши вкусные блины на пиве будут еще и ароматными. Долго взбивать яйца с сахаром не нужно. Достаточно все перемешать. Теперь насыпаем в миску половину муки и замешиваем тесто. Если вы будете пользоваться комбайном, тестомесом, хлебопечкой или миксером для замешивания пивного теста на блины, то можете соединить все ингредиенты, кроме растительного масла, сразу и добиться однородности. Я же замешиваю тесто для блинов на пиве вручную, поэтому все добавляю постепенно. Высыпаем вторую половину муки и продолжаем замешивать. В принципе, можно было и сразу всю муку высыпать, но в таком случае немного сложнее замесить тесто при помощи венчика. Сейчас вливаю немного молока. Продолжаю мешать. Еще раз добавляю молоко и уже окончательно замешиваю густое тесто. Несмотря на то, что я жарю блины на пиве тонкие, изначально я замешиваю именно густое тесто на молоке. Теперь вливаю пиво. Снова все хорошо перемешиваем, чтобы развести получившееся тесто до нужной жидкой консистенции. Так мне удается избежать нежелательных комочков в тесте. Впрочем, я умею замешивать тесто для блинчиков, попеременно добавляя жидкие и сухие ингредиенты. Но тем, кто собирается жарить блины на пиве с молоком впервые, лучше все же сначала замесить густое тесто, а потом его разбавить. Тесто для блинчиков готово. Оставляем его отдохнуть на 20-30 минут. За это время клейковина муки разовьется, а алкогольные пары полностью испарятся. Прошло полчаса. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Обратите внимание, что масло мы вливаем именно после того, как тесто отдохнуло. Если бы мы влили его раньше, то масло закупорило бы тесто и алкоголь испарился бы не полностью. Тесто готово. Можно приступать к жарке. Разогреваем сковородку. При желании вы можете, как и я, смазать сковородку растительным маслом при помощи кисточки. Но делать это не обязательно. Масла в нашем блинном тесте хватает. И эти блины на пиве не пристают, даже если их жарить на несмазанной сковородке. Наливаем в сковородку тесто и жарим блинчик с одной стороны. Когда тесто схватится, переворачиваем и жарим с другой стороны. У меня уходит приблизительно по одной минуте для жарки с каждой стороны. Это при средней температуре нагрева плиты. Достаем готовый блинчик. Снова наливаем тесто. И жарим таким образом пивные блины на сковороде, пока не закончится все тесто. А пока я этим занимаюсь, подпишитесь на мой канал. Этим вы его поддержите и покажете, что мои рецепты кому-то нужны. Чтобы не пропустить новый видеорецепт, жмите на колокольчик. Мне очень нравится готовить блинчики на пиве. Их рецепт простой. Они легко жарятся, не прилипают к сковородке и обладают своим неповторимым вкусом. Я люблю их подавать с закусочной сырно-чесночной пастой. Но они также хороши и со сладостями. Обращаю ваше внимание, что блинчики из пива с молоком получаются довольно упругими и отлично подходят для фарширования. Например, в них можно завернуть творог с зеленью или грибную поджарку. Кстати, поделитесь в комментариях, какие несладкие начинки вам нравятся больше всего. Вот я все и пережарила. Видите, какие блинчики на пиве тонкие. Но при этом в них не так уж много дырочек. Это очень хорошо, если планируете в блинчики что-то завернуть. А еще блины на пиве нереально вкусные. Они очень нежные и просто тают во рту. Убедитесь в этом сами. Испеките вкусные блины на пиве. Приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok